Окупационный Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте на два месяца главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Соответствующее постановление от 6 октября Чубаров получил по почте в Киеве. В нем говорится, что исчисление срока ареста начнется с момента экстрадиции главы Меджлиса на территорию России, либо фактического задержания там. Основанием для этого решения послужило обращение следственного отдела управления ФСБ России по Крыму и Севастополю. Окупационные спецслужбы инкриминируют главе Меджлиса нарушение части 2 статьи 281 Уголовного кодекса России – сепаратизм. Таким образом, они квалифицируют заявление Чубарова в интервью украинским СМИ о том, что война в Украине закончится тогда, когда Крым будет возвращен в ее состав. Глава Меджлиса, в свою очередь, требует от украинских правоохранителей возбудить уголовные дела в отношении следователя управления ФСБ России, судей и прокуроров, которые фигурируют в этом деле. Прежде всего, все те, кто сегодня от имени Российской Федерации на территории оккупированного России и же Крыма осуществляет будь какую правоохранительную или судебную деятельность, эти все люди вовлечены сами в преступления. Они преступники. Из тех документов, которые мне прислали по домашнему адресу в Киев, выходит то, что мы можем назвать преступником судью Киевского районного суда города Симферополя Кузнецову. Мы можем назвать неизвестного нам по фамилии следователя ФСБ России по Крыму, который направил некие материалы по следствию для принятия судом решения о пресечении мне меры в виде задержания под стражей. По словам Чубарова, его не уведомляли о характере предъявляемых обвинений. Также никто не спрашивал о согласии или отводе адвоката Алексея Леонова, назначенного ему российской стороной. Однако правовых претензий к нему глава Меджлиса не имеет. Поясняет, российская система ставит назначаемого защитника практически в безвыходное положение. Сама вот эта процедура моей ситуации, она имеет один позитив. Дело в том, что с прошлого года у меня находится иск в Европейском суде по правам человека и определенным образом я не мог предоставить некие промежуточные судебные решения, потому что я считал для себя недостойным обращаться в суды страны-оккупанта, страны-агрессора. Они за меня сделали эту работу, и поэтому эти документы будут очень существенным таким моментом в том досье. Я уверен, что Европейский суд примет справедливое решение. Защитник Чубарова Алексей Леонов по собственной инициативе еще 9 октября подал апелляционную жалобу на решение Киевского райсуда Симферополя об аресте главы Меджлиса. Однако шансов на то, что она будет удовлетворена, практически нет, уверен Рифат Чубаров. Напомним, оккупационные спецслужбы применяют нормы Российского уголовного кодекса к крымчанам, считая их гражданами России по факту аннексии полуострова. Однако против этого выступают как российские, так и украинские правозащитники, отмечая, что это является нарушением международных норм.